Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Андрей Дреер и смотрите в этом выпуске. Колесо сансары дорожников, как старый асфальт, приобретает новую жизнь и кто от этого страдает? Развраты наркотики, почему заброшенное здание мешает людям жить и внушает страх? Минимизировано замачивание насыпных грунтов. Администрация Центрального района объясняет, почему жалобы пенсионера не имеют смысла. Конечно, все хорошо знают, что собаки попадают в рай, но мало кто догадывается, что не суждено кануть в лету и асфальту. И возможно, вот это покрытие, на котором я сейчас стою через 80 лет, не просто снимут, чтобы положить новое, но и используют и дадут ему вторую жизнь. Именно так случилось на улице Второй Снежной. Там вместо того, чтобы провести обычный ямочный ремонт, дорогу засыпали сколом старого покрытия. Сами посмотрите, что получилось. Дорога на улице Второй Снежной была. Ее жители сделали сами. Привезли материал, укатали. Таким же вот сколом, но только он был мелкий и нормальный. И мы его закатали сами, сами покупали и короче все. А сейчас эту дорогу всю выбили, потому что едут вон с просторной, когда ее сделали просторную, оттуда едут все. И газельки, когда вечером едут. Грузовые машины. И эти самые мусорки, и грузовые. Чужое счастье помогло их беде. Как только на улице Просторной положили асфальт, поток машин пошел через Вторую Снежную. Соседним улицам этого удалось избежать. Там находчивые жители закрывали проезд. И мы раньше закрывали. Милиция приедет и разберет вон там заграждение. Потому что мы дорогу сделали, а нам все машины разбили. Они как едут с Павловского тракта по Просторной и сворачивают. Им надо туда в город или куда. Они по нашим улицам сворачивают. По всем. И вот некоторые улицы закрывали. Мы тоже закрывали одно время. А вот последние не стали, потому что милиция приезжает, все разбирает. И нас же опять наказывают, что мы закрываем. Дорогу разбили. Помощи жители ждали только от города. И в администрации индустриального района отдали ответ. Выполнить укладку нового покрытия на вышеуказанном участке дороги возможно в рамках ремонта, финансируемого муниципальной программой развития дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы. Улица включена в перечень улиц, на которых будут проведены работы по засыпке дороги асфальтобетонным сколом в 2019 году. А это уже результат обещанных работ. Правда, жители улицы приложили много усилий, чтобы довести покрытие до такого состояния, уверяют. Было намного хуже. Вот привезли, пять машин вот так вот высыпали, пять КАМАЗов насыпали. И трактор пришел, вот это все разровнял. Вот нам сделали ямочный ремонт. Вот что разровнял? Вот она наша дорога. Как они ямы были, они так и остались. Вот когда дождь был, тут у нас все-все было вот в лужах. Ну и вот скол какой привезли? Видите, какой скол? Счастливые обладатели нового асфальта на какой-то из городских улиц, пожалуй, и представить не могут судьбу их старого покрытия. Ведь на второй снежной оно обрело вторую жизнь. Ямы, засыпанные сколом, не новость, просто экономия. Внимание заслуживает подход дорожников. Где более-менее они скол сделали, оно вроде поровнее дорога. А есть глыбами. Знаете, сколько тут глыб вот перетаскали? Там вот такие неподъемные были. Так вторую снежную закрыли от нежелательных посетителей. Правда, и сами жители улицы проехать уже не смогли. При этом рабочие обещали довести новое покрытие до ума. Когда привезли скол, молодой человек руководил выгрузкой. Я у него спросила, вы это разровняете утрамбоете? Он, да, еще и отшлифую. Значит, это было сказано с издевкой. Отшлифованная дорога – это не единственная проблема жителей. Вторая снежная, в отличие от своих звучных сестер, улиц звонкой, знойной, отрадной, обильной и звучной, еще и не освещается. Вот он горит, фонарь включается, по всей улице так, 20 секунд, я уже высчитывала, все потух. Там маленечко светится, все, 20 секунд проходит, включается. И вот так вот вся улица, и со скольки, вот сейчас темно начинается, с 8 до часу ночи. И вот все мигает, мигает и мигает. Скоро вообще не будет мигать. В темноте жители ходят в город, и половина пути лежит через лес. Это еще одна проблема. Там вот такая тропиночка, мы идем вот через эту лесополосу в магазин. Вот мы бабки, ну как мы ходим? Детский сад, школа. Детский сад, школа, все идут туда, у нас дети. Жителей второй снежной здесь били, грабили, убивали. Встретить в роще можно кого угодно, но из всех дорог, ведущих в город, это все равно остается самой удобной и короткой. Частный сектор в этом районе просит проложить асфальтированный, освещенный тротуар. А пока жители вымостили его сами, все теми же кусками асфальта. Можно даже с долей умиления сказать, новых хозяев нашел асфальт. Если хотите, можете придумать ему имя в комментариях, если смотрите это в социальных сетях. А вот хозяина у следующего героя нашего сюжета, к сожалению, нет. И в этом проблема. К нам в редакцию обратились жители, которые жалуются на бесхозное здание. Мы с оператором побывали на месте и узнали, какие тайны хранит заброшенный дом. И девочки, и мальчики, и все там. И что там творится, это вообще не знаю. Ну, со школы. Я здесь, и со школы прямо все туда. В этом заброшенном здании на Коммунаров 120Т жизнь кипит. Местные говорят, и ночью, и днем отсюда раздаются крики. При том, что здание закрывали, на этажах стоят решетки, а окружено оно сплошным железным забором, попасть в него все же легко. А встретить там можно кого угодно. Может, там и есть и наркоманы, и кто его знает, кто там лазит. Никто не знает. Может быть, и всякие бомжи, и наркоманы, и кто угодно там могут быть. Потому что туда могут залезть кто угодно. И наркоманы тоже. По словам местного жителя, который оставил заявку на сайте Толка, скорая увозила отсюда подростков с передозировкой. Такое опасное место вплотную окружено многоквартирными домами. Люди боятся за себя и за детей. Мы все боимся, а что делать-то? Все за это как бы. Никто от этого не застрахован. Может и прилететь что-нибудь в голову-то. Понятно. Что-нибудь действительно может упасть на прохожего. Хотя дом основательный. Так считают некоторые местные жители. Люди жалеют, что здание пропадает. За домом, говорят, нужен глаз да глаз. Вы не боитесь мимо него проходить? Да тут все боятся. Ну, дети лазают, конечно. Страшно. А так жалко, что такое здание стоит, рушится и лазают тут всякие. Вот это жалко. Здание жалко, если честно сказать. Сколько лет живу, ну действительно здесь уже сколько раз горело. И принять меры никак не могут. Что непонятно. Там же можно жить. Там же жили. У меня парень знакомый там жил. Несмотря на это, здание, согласно кадастровой карте, относится к нежилым помещениям. Мы отправили запрос, чтобы понять, кому строение принадлежит. То есть, кто должен за ним следить. Но жители уверены, ничего не поможет. Ведь решетки на окнах снимают сразу, а доски выбивают. Видимо, здание еще долго будет пугать. Возвращаемся к одной из предыдущих тем. Пенсионер купил себе домик у леса для того, чтобы спокойно провести старость. Но ему не дали. Элитный таунхаус по соседству топит маленький частный дом. В истории появился новый поворот. Администрация района дала свой ответ. Так раньше выглядело это место. При этом никаких проблем с водой не было. Она по логу шла в лес, да и просто уходила в землю. Новый хозяин участка срезал часть земли, убрав возвышенность и залил все бетоном. Теперь течение ведет все дожди ниже, к соседям. Застройщик, которому пока принадлежит элитное жилье, он еще, по словам Геннадия, сначала проблему понял и дал много обещаний. Изначально он мне сказал так. Дед, не расстраивайся. Все мы сделаем. Все будет сделано. И вот третий год топит никаких сдвигов. Потоки на этом участке не останавливаются и, как говорят, соседи идут к ним. Ниже. Геннадий попытался отгородиться отвод. Выкопал ров. Спасает он только от слабых дождей, да и решение из области фортификации не нравится соседям. Они уже вызвали участкового. Но последний передаст жалобу в администрацию района, который уже знает о проблеме. Администрация вчера приезжала, а они что сказали? Ну что сказали? Они сказали, жди ответ. Дождались. На запрос коммунального патруля ответил комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула администрации центрального района. Ответ звучит так. Разрешение на строительство жилого дома по адресу город Барнаул, улица Пограничная, 10, выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. В соответствии с проектной документацией на строительство жилого дома, значительная часть территории участка по вышеуказанному адресу запроектирована в твердых покрытиях. Отвод поверхностных стоков с которых обеспечивается в пониженный участок, в дренажно-укрепительную щебеночную площадку, тем самым минимизировано замачивание насыпных грунтов ливнивыми стоками. В переводе с канцелярско-бюрократического это значит администрация, проект новостройки считает правильным. А пенсионера оставляет один на один с новыми соседями. Они по крайней мере на словах обещали Геннадию все привести в порядок. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Если вас беспокоят какие-то коммунальные проблемы, обращайтесь к нам, в нашу программу. Мы приедем, снимем и попробуем ее решить вместе с вами. А пока, до встречи в следующий вторник.